Привет! Ты смотришь канал о прическах Бьюти Мейкер и сегодня я научу тебя делать вот такую объемную укладку волос. Волосы помыли и первый шаг я наношу филлер эффект крем для волос. Для меня это просто наркотик, незаменимая штука, чтобы сделать мои волосы не такими пористыми и пушистыми. Верхнюю часть волос закалываем, будем работать с нижней. У меня фен-щетка Brown Satin Hair 5, у нее несколько скоростей, плюс еще холодный обдув, это очень удобно. Я для начала просушиваю как следует прядь, чтобы у ней не осталось ни грамма влаги. Сейчас я буду показывать вам в реальном времени, ну а далее буду ускорять, чтобы не замедлять наше видео. Видите, я просто как бы причесываю этой фен-щеткой прядку, иногда нахлестывая концы снизу. Это позволяет их сразу уже вытягивать. Если я чувствую, что очень туго идет, я придерживаю руками над щеткой, чтобы не выдрать волосы. Потом я иногда вот так накручиваю на щеточку и прогреваю еще теплым воздухом, это позволяет поскорее высушить прядь. Мои волосы сохнут очень-очень медленно, и поэтому сушка занимает ну просто час, наверное. Причем это со всеми фишечками, ускоряющими процесс. Раньше это было целый фильм. Я придерживаю, чтобы не выдрать волосы, и вытягиваю волосы вниз. Получается, что они выпрямляются немного от этого. От горячего воздуха фена филлер срабатывает и делает волосы более гладкими и не такими пушистыми. Как раз этот эффект мне и нужен. Вот так вот, медленно, но верно я просушиваю прядь. Да, действительно, каждая прядка у меня занимает так много времени. Если у вас не такие густые, не такие пористые волосы, конечно же, весь процесс у вас пройдет намного быстрее. И последний раз я провожу так же нахлестом и тяну вниз, но уже на холодном воздухе. Это позволяет сделать прядь более блестящей, закрепить результат. Вот сейчас я натянула колечко вниз, это как раз идет холодный воздух из щетки. Вот такой легкий лук он на конце получился. Почти всегда я сушу именно таким способом. Я продолжаю следующую прядку. Также просушиваю ее и вытягиваю. Мы будем делать очень объемную кладку. Объем у нас будет по большей части на корнях. Но я считаю, что на нижнем этом ярусе не стоит делать объем. Поэтому мы его просто вытягиваем. У меня очень густые волосы. Я это говорю не с хвастовством, а даже наоборот. Потому что видите, как это много приносит лишних дел и мороки. И поэтому мне приходится делить волосы даже на несколько ярусов. Вот как раз нижний ярус мы высушили. И завяжем его какой-нибудь нежной шелковой резиночкой. Легенько так. И отделяем следующий ярус. Вверху остается такая шляпная зона. Мы ее пока закрепляем. И вот уже в этой зоне будем работать на объем. Нужна либо такая насадка, либо вот такая расческа. Пенка. Любая абсолютно пенка для укладки волос. Я взяла кинсуку, если я правильно читаю этот бренд. Наношу ее на корни. Совсем немножко, потому что можно переборщить. Вот таким образом поддеваю волосы на щетку. И просушиваю сначала горячим воздухом, а потом холодным, чтобы закрепить результат. И так прохожусь по всему периметру нашего слоя. А сейчас покажу, как делаю это скелетной расческой. Как бы чуть-чуть прочесываю вниз, приподнимаю. И так же продуваю корни. Сначала горячим воздухом, а потом прохладным, чтобы закрепить результат. Делаем это до того момента, пока мы не почувствуем, что вот эта дуга, которая образуется, полностью высохла. И хорошо держит форму. Пенка как раз позволяет сделать эту дугу более упругой и стойкой. Это, конечно же, можно проделать даже без пенки. У вас получится неплохой объем, но он продержится не так долго. Пенку в этот раз я взяла от бренда Кенсуко, если я правильно его читаю. Это то ли китайский, то ли турецкий бренд. Напишите, что вы о нем знаете. И расскажите, какую можете посоветовать мне пенку для волос, чтобы создавать объем. Чем вы пользуетесь. Ну и теперь, когда мы сделали объемчик по всему периметру, мы точно так же, как и нижний ярус, продолжаем просушивать и вытягивать попрядно весь наш слой волос. Все это дело, как видите, в моем случае не быстрое. Поэтому теперь я уже могу спокойно ускорять видео. Ведь вы поняли принцип. Сейчас еще покажу одну фишечку. Я как бы беру фенщетку, чуть-чуть натягиваю у корней и держу с горячим воздухом, чтобы еще больше закрепить наш эффект объема. А дальше уже работаю по длине. Также можно прогреть теплым, а потом прохладным воздухом это немножко закрепит результат. Присоединяю этот слой к нижнему. И теперь будем вот с самым важным слоем работать, потому что это у нас самый объемный должен быть слой. Наносим пенку. На весь периметр вот этой шляпной зоны. Тоже старайтесь не переборщить, потому что здесь очень тонка грань, когда можно просто зажирнить волосы. Отделяю небольшой слой волос. И вот так же, как мы делали до этого, приподнимая корешочки, делая такую дугу, я просушиваю горячим воздухом, а потом закрепляю холодным. Видите, теперь я работаю насадкой от фенщетки. Мне она тоже очень нравится, она очень-очень удобная. Просушив этот слой, я отделяю следующий. И точно так же прогреваю горячим воздухом, а потом закрепляю результат холодным. И посмотрите, какая прикольная дуга образуется. Прям такой валик, как будто подложили. И так я прорабатываю всю эту зону, включая челочную область. Точно так же. Ну а теперь, снова отделяю по слоям. Отделяю вот этот задний слой. И буду его просушивать, вытягивать. Делю на две прядки. И так же просушиваю, как следует. И вытягиваю прядку. Еще я не забываю про наш небольшой лайфхак. Вот так вот натягиваю на брашинг. И теплым воздухом закрепляю объемчику корней. Еще дополнительно. И далее, опять же, всю прядку довожу до конца. Готовые прядки можно добавить к хвостику, чтобы они не мешали. Отделяю следующий слой. И так же прогреваю объем и просушиваю всю длину. Продолжение следует... вот мы добрались до челочной зоны у меня получилось ее разделить на три прятки и все те же знакомые движения делаем и с этой зоной также теперь нужно взять сухой шампунь который подходит вашему цвету волос не оставляет белых следов если вы брюнетка мне какой-то леди бэлла из улыбки радуги мне он в принципе нравится наносим на все корни и ничего пока не делаем оставляем тем временем пока шампунь работает на волосах мы возьмем какой-нибудь маслица у меня корейская нинелос наносим на концы можете брать любое которое вам нравится и по сработал у нас сухой шампунь прорабатываем все корни так же родим пальчиками и теперь я еще немножечко приглаживаю концы беру лак от кинсуку который не пахнет очень хотела его попробовать да действительно и слегка небольшой запах спирта и вот так вот как бы приподнимая прядь наносим сухой шампунь это позволяет сохранить объем вот собственно и все наша укладка готова напишите в комментариях нравится ли вам такой объемный эффект ставьте лайк этому видео до новых встреч на канале бьюти мейкер